Всем привет! Давайте знакомиться. Меня зовут Юлия. Я родилась в небольшом городке на крайнем севере. И в 2010 году я окончила Сыктывкарский государственный университет по двум специальностям. Это эколог и преподаватель экологии. Но волею судьбы я оказалась в городе Санкт-Петербург. И сегодня я хочу рассказать вам про свою профессию. Существует мнение, что у каждого человека есть призвание, дело, в котором он профессионал и которому он готов служить с полной самоотдачей. Мне повезло найти такое дело. И вот уже 10 лет я работаю в сфере образования. Я выбрала эту профессию или всё же профессия выбрала меня? Отработав два года в школе, я решила попробовать себя в работе с детьми дошкольного возраста. И снова ушла в учёбу с головой. Нужно было постоянно совершенствовать своё мастерство. И я была убеждена в том, что счастливый ребёнок — это здоровый ребёнок. И поэтому я пошла учиться по модулю «Физическая культура» и «Степа и Робика» с детьми дошкольного возраста. Ну и начала работать инструктором по физической культуре в детском саду. Я с 7 лет увлекалась спортом. Это лыжи, туризм, прыгала с парашютом, спортивное ориентирование. Поэтому я была в своей стихии. Хочу представить вам моё первое выступление с детьми старшей группы перед родителями и руководством учебного заведения. Звучит музыка. 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 Конечно, мои труды и работа была оценена руководством и родителями, и эта работа с детьми вдохновила меня переквалифицироваться в профессию воспитатель. И уже моя первая работа была оценена комитетом образования. Очень было приятно, когда педагогический журнал «Викторёнок» опубликовал моё занятие по лепке дымковской игрушки. Ну и началась моя работа с конкурса педагогических достижений «Лестница успеха». Я выступала с занятием, путешествуя по Петропавловской крепости. Я тогда не заняла призового места, но получила огромный опыт, извлекла все ошибки и начала готовиться к новым этапам. Следующий мы конкурс, который принёс победу, связан с экологией. Организаторами конкурса были Комитет по природопользованию и охране окружающей среды. В этом городском конкурсе методических разработок из 47 работ мы с коллегами занимаем второе место. И тут же параллельно мы участвуем в эколого-просветительских разработках, посвящённых особо охраняемым природным территориям, детям о заповедной природе Санкт-Петербурга, за буклет по следам Косолапова и макет Елаги Ностров. И получаем диплом третьей степени. Затем я иду участвовать на конкурс «Петроградская весна» в номинации «Учитель здоровья». Огромная подготовка, бессонные ночи. И вуаля! Я обхожу всех своих соперников и побеждаю. У меня первое место. Меня приглашают на награждение и отправляют представлять Петроградский район на городской этап. В городском этапе участвуют 18 лучших педагогов по одному от каждого района. Во второй этап выходит только шестёрка лучших, и я снова вошла в их число. А дальше – больше. Меня уже приглашают не участвовать, а быть в составе жюри на этом же конкурсе. Гордость просто переполняет меня. Я в судействе и сужу лучших педагогов с разных школ и детских садов. Параллельно я подаю заявку в психолого-педагогический центр здоровья с участием в конкурсе «Жемчужина здоровья». Создаю свою разработку в виде настольной игры на тему «Здоровый образ жизни». Тогда участие приняли 59 педагогов, и моя работа снова занимает первое место. Меня снова приглашают на награждение. В общем, говорить и показывать мои дипломы можно долго. Это только часть. Это грамота от начальника отдела образования. Оттуда же благодарность. Также благодарность за первое место и значительный вклад в развитие системы образования. Мне вручал ее глава администрации Петроградского района Иван Александрович Громов. Тут благодарность от родителей. Вот эта благодарность от администрации Дворца детского творчества. Эти благодарности от директора школы, заведующей детского сада. Эту грамоту я показывала. Это за первое место на конкурсе «Жемчужина здоровья». Это сертификат за проведение мастер-класса по теме «Путешествие в Петропавловскую крепость». Она от Академии Петербургса и полудиспломного педагогического образования. Ректор вручал. Да, здесь онлайн-конкурсы. Это диплом от Комитета по природопользованию. Государственное казенное учреждение. Это тоже от ректора Жалован мне вручал. Тут тоже от Дирекции охраняемых территорий. Это выступления в школе. Онлайн-выступления. Это диплом за выступление на семинаре всероссийского уровня по здоровью и сбережению. Тут разные грамоты от школы, за профессионализм и тому подобное. Основной проектной деятельностью, с которой я выступала и которой обучала детей, была тема «Петербург от А до Я». И также главная тема у меня была по здоровью и сбережению. Ну и, конечно, тут надо отдать должное моему методисту. У меня был очень крутой методист, который всегда меня во всем поддерживала. Всегда наставляла на правильный путь и помогала там, где я не справлялась. Ну и заодно расскажу вам о жизни в саду. Помимо работы воспитателем, я параллельно выполняла обязанности музыкального работника. Мною был поставлен не один утренник, после которых родители уходили в полном восторге. Активно участвовала в жизни сада, играла различные роли, как сказочные, так и роль ведущей. Это «Снегурочка», «Снежная королева», «Осень», даже «Клоуном» приходилось быть. Ну, также вот ведущей была на всех утренниках, на всех выпускных. Все декорации, которые вы сейчас видите на картинках, мы с коллегами делали сами. Бывало и ночами сидели, бывало и в 11 часов ночи уходили из детского сада. То есть мы болели своей работой и с удовольствием творили красоту для наших любимых детей. В саду я работала на две ставки. Я в 8 утра приходила и в 8 вечера уходила. Я могла позволить себе такой режим работы, потому что мои дети все время были рядом со мной. Объясняю. Я работала в детском саду, который находился в здании школы. То есть четырехэтажная школа. И весь второй этаж занимал детский сад. Старшая дочь училась этажом выше, а младшая дочь вообще все три года была в моей группе. И это не могло не радовать, да, что мои дети не брошены, а все время рядом со мной. Значит, я получила в 2019 году высшую категорию, но тут случилась непредвиденная ситуация. Мне сообщают, что все воспитатели переходят работать со следующего учебного года на одну ставку. Я не могла мириться с этой мыслью, потому что немного ранее я взяла ипотеку и вложилась в стройку. То есть у меня был платеж, да, рассчитан, исходя из моей зарплаты. И мне нужно было что-то делать. Я стала искать работу, разместила объявления везде, где только можно, и сидела, ждала звоночек. В общем, мне поступило предложение пойти работать в семью с 10-месячным ребенком. Я тогда как раз находилась в отпуске, и у меня было время попробовать. То есть, ну, съездить, пообщаться, узнать вообще, что это такое. Потому что в моей голове, знаете, работать в семье, это было, как, не знаю, как сказать. То есть, это уборка, глажка, стирка, не знаю, что там еще. Мне дома вот этого хватало. Я 10 лет училась не для этого. И поэтому, именно поэтому я не хотела идти туда работать. Но я решила все-таки попробовать. Значит, я туда приехала, это элитный поселок. Мне дали отдельный домик, да, я жила в отдельном домике в своем. И начала работать. Отработала три дня, познакомилась поближе с родителями ребенка, с бабушкой, дедушкой. Значит, была приятно удивлена, честно скажу. Я таких интеллигентных, доброжелательных, умных людей, вот честно скажу, давно не встречала. Настолько просто приятные люди, настолько было комфортно работать. Когда мне еще сообщили о том, что в мои обязанности будут входить только позаниматься, прогулка, кормление, купание перед сном, то я вообще обрадовалась. То есть, глажка, какая-то там уборка, стирка меня вообще не касалось. Я была реально как воспитатель. Ко мне очень уважительно относились, исключительно на вы. То есть, меня называли по имени Юлия, но исключительно на вы. И в итоге я осталась там работать. Я ушла с детского сада и начала свой новый такой этап. Я работала в паре с напарницей. И наша работа, она давала очень крутые результаты. Ребенок в полтора года знал то, что многие пятилетки не знают. Но со временем... А, кстати, потом родился второй ребенок. То есть, немножко обязанностей побольше стало. И моя напарница ушла. В самый разгар пандемии я осталась одна. Мне тогда подняли зарплату. До 7 тысяч в день я получала. Но у меня не было выходных. То есть, я проработала 3 месяца без единого выходного. Это, представьте себе, я в 5.30 вставала. В 9 вечера я освобождалась. Пока то-се. И хорошо, если в 11 я ложилась спать. И в таком режиме я проработала 3 месяца. Ну, естественно, я заболела. Меня увезли тогда прям с работы в больницу. Меня защемило нерв. Я проболела 3 недели. И вернулась на работу. Потом, спустя еще некоторое время, я снова осталась одна. И на полтора месяца. Я работала полтора месяца. Еще я опять заболела. То есть, видимо, организм не справлялся с такой нагрузкой, с таким режимом. И я ушла на 5 дней выходных. И по истечению этих 5 дней я поняла, что, ну, что я еще слаба. И мне просто нельзя выходить на работу. Мне врач еще с того раза сказал, что мне, ну, такая работа противопоказана, что слишком перегруз большой. И я сообщила работодателю, что я не могу выйти, что я болею. И мне надо хотя бы, ну, месяц больничного еще, да, чтобы прийти в себя. Ну, на что мне ответили, что ждать меня не могут. И мы попрощались. Вот так получилось. Но если спросите, жалею ли я о чем-нибудь, что вообще вот так все получилось, что я ушла с детского сада, ни в коем случае нет. Наоборот, я очень рада вообще, что все вот так вот закрутилось. Смотрите, ипотеку я в итоге закрыла, да, с такими заработками. Значит, получила колоссальный опыт, да, узнала вообще специфику работы в семье. Познакомилась с такими замечательными людьми, общалась с ними, да, на протяжении всего этого времени. Знаете, с умными людьми, вообще общаться с умными людьми, это какой-то нереальный кайф. И к тому же, к тому же, я встретила свою судьбу и вышла замуж за замечательного человека. И по итогу, мне кажется, я самая счастливая на планете Земля. Ну, вот такая история получилась. Какие-то факты я упустила, да, чтобы не растягивать это видео надолго. В следующий раз я вам расскажу про нашу свадьбу, про наше путешествие в город Сочи. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok